Наказать депутатам. Количество выполненных наказов депутатам, как правило, возрастает перед выборами. Что удалось сделать депутатам от Кировского района? Посадить дерево. Новая аллея появилась на Богатково. Как распространить этот прецедент на другие жилмассивы? Дети в парке. В центральном парке открылась новая детская площадка. Возможно ли решить проблему досуга детей без бюджетных средств? Проконтролировать выполнение уже данных наказов депутатам и узнать, что еще требуется людям для комфортной жизни. Такова цель выездного совещания с участием депутатов регионального законодательного собрания и городского совета, прошедшего в Кировском районе. О том, почему капремонта школьной столовой и кухни пришлось ждать почти 40 лет и как удалось сдвинуть дело с мертвой точки, смотрите далее. В 134-й школе на улице Петухова обучаются около 2000 мальчишек и девчонок. Здание относительно новое, построенное в 1981 году. За прошедшее время неоднократно менялось различное школьное оборудование. А вот оснащение столовой оставалось практически неизменным. Самое главное то, что очень устарело оборудование. В последние годы за пять лет мы приобрели две плиты и три холодильника. И поэтому это не решало вообще проблему в качестве питания детей. Ситуацию пришлось мешаться депутатам, включившим капитальный ремонт школьной столовой в программу наказов избирателей. Наверное, вот таким общим трудом, совместной деятельностью этот наказ все-таки мы осуществляем. И вот первое сентябрю мы здесь уже детей примем. И будем не только они будут в школе учиться, но и питаться качественно и хорошо в хороших условиях. Современное оборудование, новая плитка и окна. И детям приятно, и сотрудникам столовой работать комфортнее. Все поменяли. Все здесь новое, совершенно новое. Работы по капремонту столовой и кухни обошлись примерно в 7 миллионов рублей. По сам депутата Вениамина Пака, это далеко не самый затратный наказ жителей, который удалось выполнить на его избирательном округе. Это не один из самых дорогих наказов. У нас есть и более дорогие наказы. Но это очень важный наказ. Это тот наказ, который необходим для детей. Мы сами понимаем значимость этого. Поэтому тут, безусловно, этот наказ, он такой приоритетный. Кировский район сегодня развивается динамичными темпами. В том числе и в вопросах благоустройства. Если раньше, например, Затулинка считалась городской окраиной, то сегодня люди хотят приезжать сюда и жить. В том числе и благодаря таким вот проектам по ремонту школьных столовых. Еще один объект, который посетили депутаты во время выездного совещания на улице Петухова – участок недавно отремонтированной дороги. Причем не только оценили качество работ, но и выслушали замечания и предложения местных жителей по поводу организации дорожного движения в микрорайоне. Так называемая «Малая Петухова» – это дорога возле жилых домов параллельно основной автомагистрали по улице Петухова. Еще недавно этот ее участок весь был в Колдобинах и Выбоинах. Благодаря программе наказов избирателей и депутатам, сегодня «Малая Петухова» буквально преобразилась. Сегодня уже можно проехать, не боясь за свой автомобиль, потому что здесь было на все так намного плохо. Здесь, получается, мы от 104-го Петухова до 122-го, где-то 6,5 тысяч квадратных метров здесь вложили асфальтного полотна. Но, конечно, хотелось бы, чтобы у нас капитально ремонтировалось, но сегодня вот спасибо еще раз говорю подрядчикам, департаменту нашему. На выполненные работы есть гарантия. То есть, если в течение ближайших лет обнаружатся какие-то недоделки, то подрядчик устранит их за счет собственных средств. Отремонтированная дорога – хорошая новость, говорят местные жители. Однако некоторые из них подходили и высказывали ряд других претензий, связанных с дорожным движением в районе. Многие из этих замечаний уже прорабатываются депутатами совместно с ответственными ведомствами. Сегодня говорим о том, что нашему уже Кировскому району уже нужно, как говорится, больше пространства. Хочется дышать нам полной грудью в плане того, чтобы выезжать и заезжать в наш Кировский район. Совместными усилиями местных жителей и депутатов за последние годы в Кировском районе удалось построить новую школу – 16 детских садов. Провести ремонты в десятках учебных заведений, построить бассейн «Фламинго», открыть два крупнейших в городе игровых комплекса «Кораблик» и «Кремль» и более 400 детских городков. Отремонтировать 700 тысяч квадратных метров внутриквартальных дорог и многое другое. Теперь к этим достижениям добавились почти 6 тысяч квадратных метров отремонтированного дорожного полотна на Малой Петухово. И останавливаться на достигнутом в Кировке не намерены. Аллея «Друзья» открылась в Октябрьском районе. Причем появилась она благодаря инициативе частного инвестора, решившего благоустроить микрорайон, в котором возводит один из своих домов. Чем порадует горожан новый объект благоустройства и что его ожидает с уходом компании-застройщика, расскажет Василий Акимов. Вот такая забавная скульптура с двумя парнями, запускающими воздушного змея и девушкой с собачкой, украшает место, где недавно находились металлические гаражи. А еще скамейки, пешеходные дорожки и даже кусты со съедобной ягодой. Все это появилось благодаря частному инвестору, возводящему этот дом по улице Богаткова 192А и решившего сделать такой подарок местным жителям. Глазу приятно и я надеюсь, что жители будут благодарны строителям, что они вот эту территорию так преобразовали. Благоустройство аллеи друзей протяженностью более 200 метров начали в прошлом году. Провели реконструкцию существующего озеленения, высадили кустарники и деревья, провели современное освещение, установили малые архитектурные формы. А еще благоустроили тротуары, расположенные напротив этой аллеи и формально не имеющие никакого отношения ни к ней, ни к строящемуся дому. Обустроен пешеходный переход и я скажу даже не совсем, так сказать, приглядный вид на ту сторону, там где частный сектор, он огорожен вот здесь красивым таким забором. И все это сделано за счет компании. Это хороший пример, когда компания занимается не только строительством квадратных метров и сдает их городу, пытаясь решить, прежде всего, свои коммерческие цели, но и занимается благоустройством, созданием вот этой комфортной среды. Рано или поздно дом будет построен, а застройщик уйдет в другие микрорайоны. Сейчас аллея содержится за счет строительной компании, но постоянно это продолжаться не может. Сейчас в мэрии прорабатывается вопрос насчет того, на чем балансе будет в дальнейшем находиться этот объект. Ведь сохранить такую красоту – действительно важная задача. Сейчас у нас на выбор здесь есть альтернатива, каким путем пойти, взять ли это на баланс просто в мэрии, то есть с тем, чтобы это управление занималось содержанием этой территории, или же все-таки заключить договор с управляющей организацией, которая будет управлять домом, всей территории двора, ну и, может быть, прилегающей этой территории. Это еще путь такой не совсем изведанный, но на ряде участков, благоустроенных участков города Новосибирске, мы отрабатываем эти схемы. Пока решение не состоялось, мы только намечаем эти пути. Совместная работа на благо города и всех его жителей. Такие объекты благоустройства, как эта аллея друзей, построенные за счет частных инвесторов, уже не единичный случай в нашем городе. И общими усилиями Новосибирск постепенно преображается, становясь более уютным и комфортным. Центральный парк продолжает радовать горожан своими изменениями. В этот раз здесь открылась новая детская площадка. Чем она будет лучше прежних, расскажем в нашем сюжете. Начиная еще с 30-х годов, Центральный парк был излюбленным местом отдыха горожан. Таким он остался и сегодня. За последнее время здесь многое изменилось. Появилась новая сцена, световой фонтан и долгожданные пешеходные дорожки с новым покрытием. В парке убраны старые деревья, посажены новые кустарники. И на месте старой детской игровой площадки открылось новое. Желание общественников и мэрии сделать Новосибирск лучшим городом для жизни постепенно начинает приобретать реальные очертания. На строительство новой детской площадки было потрачено 5 миллионов рублей. Деньги выделены частными инвесторами. Это очень большой показатель, когда бизнес готов вкладываться в развитие своего города, в развитие своих детей, в развитие этой атмосферы. И когда мы говорим, что Новосибирск – это спортсмены, Новосибирск – это здоровый образ жизни, мы должны начинать с детей. Поэтому для них должно быть самое лучшее не в плане избалованности, а в плане того, что они должны тоже иметь свое пространство, где провести время, где позаниматься спортом, где пообщаться друг с другом. В моем детстве в Центральном парке таких площадок не было. В связи с дальнейшим развитием и обновлением парка мэрия перевела его на бюджетное финансирование. Были убраны 28 аттракционов, а также лишние торговые киоски. Планируется высадить 295 деревьев, в том числе и около новой детской площадки. По словам представителей мэрии, это самая лучшая детская площадка в городе на сегодняшний день. На площадке размещено более 13 различных конструкций, способных увлечь ребенка любого возраста. То, что было же, было все старенькое такое, наверное, советских еще времен, по-моему, вот что-то, да. Замечательно, что обновили. Главное, чтобы все было безопасно, покрытие безопасное. Поэтому, как бы, так что спасибо. Деткам всем нравится, взрослым нравится, очень много интересных фонтанов, развлечений, лазилок и всевозможных качель, которые дети очень любят. Вот лазилки, то, что, ну, здесь много пространства, ну, и не по одной качели, а несколько, чтобы, допустим, некоторые тоже качались. Открытие получилось радостным. Дети и родители счастливы. Обновление и комфортная среда для горожан здесь, можно сказать, находятся в полной гармонии. Жителям Новосибирска остается только дождаться полной реализации всей реконструкции парка. И тогда можно будет действительно сказать, что у нас лучший парк в Сибири или в городе. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-21-05. Спасибо, что были с нами и до встречи. Продолжение следует...